Анализ внешнего окружения. Какие мы помним модели? Что вы запомнили? Что мы с вами делали? Модели кто-нибудь помнит? Анализ, анализ сильных вкладов в кольцо, стип. Стип анализ применяется для анализа чего? Для анализа дальнего внешнего окружения. Для анализа ближнего внешнего окружения что применяется? Что мы с вами сильно применяем? Нам так длиннее тетрадь. Цепочку ценностей бортера. Нет, а для чего применяется цепочка ценностей бортера? Ну, чтобы выяснить возможности и изгрозы. Это внутреннее окружение организации. Сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны. Это цепочка ценностей бортера. Еще у нас осталась одна модель, которую мы использовали для анализа ближнего внешнего окружения. Вот анализ. Нет. Ближнего внешнего окружения. Пять сил бортера. Пять сил бортера. Пять сил бортера. Замечательно. Пять сил бортера. А вот уже все вместе. Стип анализ пять сил бортера. Это внешнее окружение. Цепочка ценностей. Сильные и слабые стороны организации. Все это вместе объединяется в свод анализ. Что нам показывает свод анализ? Угрозы. Угрозы. Возможности. Слабые силы. Слабые силы, да. Что нам нужно реализовать. Переходим к этапу стратегического выбора. Что мы делаем на этом этапе? Здравствуйте. Как мы это делали? Как мы это делали? Оценивали риски? Как мы это делали? Есть такое. А перед этим? Ну поставили цели себе 20%. Оценили конкурентные преимущества. Матрица, Ансопа, корпоративный выбор сделали. Сделали выбор корпоративной стратегии. А еще кого сделали? Финансовой стратегии. И управление как на логу. Ну управление. Бизнес-стратегия. Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия. Последняя какая-то. Финансовая стратегия. Финансовая стратегия. Ну, количество. То есть на этапе выбора мы выбрали корпоративную стратегию, выбрали бизнес-стратегию. Оценили риски и потом еще с помощью финансовой оценки последствий окончательно определились по стратегическим выборам. Сделали выбор. После этого что? Куда идем? Реализацию. Реализацию. Здесь мы с чем поработали? С директором. Здесь мы поработали с управлением персонала. Мы проникли с важностью того, что казалось бы невильное изменение. Ничего плохого нету. Но тем не менее, когда начали разыгрывать эту сценку, оказалось, что очень даже там люди полны негодования. Страх изменения победил все. То есть мы должны не упускать из внимания, что людьми надо управлять. Что без нашего внимания, как нуждам и потребностям ничего само по себе не делается. Ну вот коротко наш путь за сегодняшний день. Хотелось бы теперь просто подвести итоги. Вот я предлагаю каждому по очереди высказаться, что вы нового для себя подчеркнули, что узнали, как ваши ожидания не оправдались или не оправдались и опасения, помните, которые вы начинали нашу встречу. Какой результат для каждого из вас? Я предлагаю участию тех людей, которые меньше всего говорят. Потому что все, кто уже поговорил, они бы поговорили. Они устали. Они устали. Не устали. Неужели, Александр, у вас не найдется еще пары-тройки тезисов? Я боюсь, что мы в регламент не впишемся. И о том, что мне просто по розыцевой службе приходится вот именно много объяснять, рассказывать, вменять. А давайте вот четко-кратко по существу. Вот это. Оправдались ли ваши ожидания от сегодняшнего нашего мероприятия? У меня как бы в голове сложилась полностью структура изменений стратегии. Еще она в принципе состоит. И поучительно то, что не выполнен до конца анализ, решение принимать нельзя. Потому что не учитывая экономику, не учитывая финансы, не учитывая риски другие, которые мы сейчас анализировали, это делать преждевременно. Поэтому до сегодняшнего момента эти решения поднимались интуитивно на каких-то внутренних. Сейчас я владею пониманием того, как это делается. Очень много было таких моментов, что мне мое образование тоже помогло. Но в чем-то без бухгалтерии, к сожалению, экономики предприятия здесь сложно смотреть на эти цифры, затраты и так далее. Но я теперь понимаю, как это все может помочь мне. То есть вы, по крайней мере, знаете, что можно обратиться к специалисту? Я специально не заполнял эту, сильно не расписывал эти цифры. Я постараюсь на примере своей компании сделать такую проработку, такую кейс. А можете отметить какие-то области для нашего совершенствования? Что-то, что вам не понравилось сегодня? Или что-то было упущено в вашем? Ну, я еще не такой профессор, чтобы можно было говорить о каких-то улучшениях. И, в принципе, на этот семинар пришли первые люди. Не те, кто, допустим, что-то знает, а те, кто хотят научиться этому. Поэтому говорить о том, что как-то неправильно, мне все понятно. Все четыре вектора для меня понятно говорили. С меня как претензии абсолютно нет. Я доволен. Хорошо, спасибо, что достаю я. Мои ожидания обратились. Непапаное поле нужно еще изучать, чтобы именно выйти профессионалом. По сути, мы сейчас хоть вам за четыре часа дали три с половиной года. Ну, это очень. Просто чтобы вы понимали, к чему. Да, у некоторых есть какой-то базис, что что-то где-то есть. Поэтому, в принципе, все ожидания оправдаются. Развода организации и все замечательно на уровне. Спасибо большое. Спасибо. Потому что мне как бы еще дополнить. Структурирование какое-то произошло. Почему-то вот стратегия, что-то страшное и большое. А вот здесь вот мы раз, два, три, четыре, пять прошли. Какая-то структура понимания стратегии, да? Что такое стратегия еще у нас состоит? Как ее анализировать, как ее выбирать? Инструмент. Нет. А сколько там еще интересных и замечательных инструментов в наших курсах? Я понимаю, на что вы понимаете. Интересно посмотреть. Мне уже все понравилось. Для меня, как бы, где-то процентов 80 знакомой информации, знакомого опыта есть в рабочей деятельности. Мне сейчас, в сегодняшний день, помог это все структурировать. Ну, то есть, приобрести какую-то полку с книгами, расставленные по порядку, да? Где я могу в любое время взять то, что мне надо и почитать. Ну, конечно же, здесь надо расти над собой, и я понимаю, что я смогу сделать в итоге. Эффективно и профессионально, да? Ну, если смотреть, как итог обучения. Ну, поэтому добавить... Если бы были примеры заполнения таблиц... А вы знаете, что это ради у вас есть? Да. Нам бы старшие люди не подсказали. Ну, действительно, много времени просто занимало вот это вот... Пожалуйста, коллеги. Как сформулировать теологию? На странице 30 начинается наш вариант решения. Ситуация, где все-все прописано. Ну, может, ничего-то я не сработал. Никто не досматривает никогда до конца. Ну, в общем, все, спасибо, правда. Хорошо организованно, и я до себя как бы сделал выводы. Спасибо. Павел. Ну, как бы, интересно, возобновил в памяти что-то. В лишний раз так вот поднимать никогда не плохо. Я хочу, чтобы вы меня научили все это системно делать, понимать систему. Я хочу, чтобы вы меня научили. Потому что уровень, собственно, ну, скажем так, уровень дилетанта, который за мамочки. И вот хочу, чтобы вы нам учили. Хорошо. Мы готовы. Спасибо. Пожалуйста. Привет, Владимир. Действительно, очень интересный семинар, и он помог вот разложить по полочкам, расставить вот эту информацию, по ней последовательность. И главное, это будет важно, это последовательность. Мы действительно часто очень привыкли к прыгу, ага, вот так вот, не считаем, не срок. Когда реально раскладываешь ситуацию, то начинаешь понимать, что выбор может быть сделан за совсем другим вариантом. То есть не перескакивать через организм? Не перескакивать. Перескакивать просто нельзя. Мы как-то по старинке как бы так привыкли делать. Надо менять просто, своё поведение надо менять. И применять эти все методики. И они дают тогда реальную какую-то пользу. Конечную методу. И не забывать о человеческом факторе. Спасибо. Кстати, вот эта вот, да, вот эта сцена как бы очень даже… Театральная постановка. Театральная постановка, совершенно верно. Вы знаете, вот, я ж никогда садилась в кресло, я ж не думала, что я так поступну, скажем так. То есть не планировала этого заранее, да? Чего-то так уж не трогалось. Но человеческий фактор – это очень мощная вещь. Вер. Я его оцениваю всегда, сто процентов. С ним надо работать. Он есть во всех случаях, он есть сто процентов во всех случаях. Его нельзя не учитывать. Весь анализ нужно с персонала. Почему для меня было… Ну, как бы… Почему вот я выбрал, допустим, как его… Водолей, да? Работа именно стратегии именно с этим. Потому что этот план, реализация, сводился к минимуму, к одному человеку, с кем можно проще договориться, его замотивировать, чем работа системно над управлением персоналом в целом. Поэтому мне было проще и легче. Я понимал, что это реально. Реально, но я не учел то, что при производстве производства и общие же затраты тоже… Ну да, цифры… Говорят, система другого. Но это да, интересно мне. Кстати, вот хотела добавить этот же самый анализ поля сил. Как Вы правильно сказали, это еще не окончательное решение. Надо проанализировать с точки зрения персонала. Если бы мы увидели, что сдерживающие силы слишком велики, и не удается никак эту систему сдвинуть, это повод отказаться от этой стратегии и рассмотреть другую. Ну, так-то и все. Ты посмотрел? Это, может быть, не принял концензию. Может быть, какое-то дополнительное условие к Водолею добавить было? Или, может быть, что-то вернут за Водолею? Как мы изначально решили? Спасибо. Может быть, один из вариантов шпиона в Водолею администрации? Ваши лоббируют. Мне понравилось, что-то комплексное системное в течение 8 часов. Нет, меньше 8 часов. 6 часов? Да, насыщенно. Да, насыщенно, кратко, лаконично были отображены все направления, которые должен покрывать руководитель, топ-монеджер, собственник управления своей компанией. И я для себя поняла, какие, скажем, области или блоки, в которых хотите откуда-то немножко больше. Поэтому деньги потрачены недаром. Спасибо. Роман. Эффективно. Спасибо за тренинг. Организация была на высоком уровне. То есть, получательный перерыв. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое за тренинг. Очень познавательный для меня он оказался. То есть, что очевидные вещи какие-то нужно обязательно анализировать и рассматривать со всех сторон. И инструменты, которые ты не знаешь, а можешь узнать. Но вот сегодня я узнала, что это доступно, это можно. То есть, подача информации очень доступна, воспринимается хорошо. Спасибо большое. Довольно очень. Ты правильно понял, что у нас моделирование одного в месяц урока было, да? Да. Да. Вот я очень, на самом деле, да, сегодня все замечательно. Это эффективно вот в данной ситуации. Насколько это будет эффективно вот дома, я очень знаю. Вот до такой степени это меня в первую очередь развивает. Потому что раз в месяц, это, честно сказать, ну... Кроме этого, у вас есть интернет-площадка, на которой вы постоянно общаетесь. Я честно скажу, да, я согласна. Еще до нее дойти надо. Общаемся там с учителями тоже, да? Да. С учителями там общаемся тоже, да? Да. Давайте мы уже закончим. Закончим с вопросом. Ответим на вопрос. Вот. И поэтому, как бы сказать... Ну, я скажу честно, для меня это вряд ли. Потому что я знаю, что такое для меня. Вот сейчас это было для меня эффективно в сто процентов. Но когда я дойду домой, я знаю, чем это будет. Потому что, ну... Ну, и слава Богу, у меня сейчас нет. Это мое счастье, наверное. Вот. На данный момент. Ну, так это... Ну, это, наверное, не мой путь, я не знаю. Для меня это будет колоссально сложно. Вот это меня пугает в первую очередь. То есть, ну, как бы... Ну, то, что... Вот данная ситуация-то эффективная. Мы закончим сейчас по этой части, которая была здесь сегодня, да? Да. А за это вот... Если вы там поняли, что это не ваш путь, то это уже тоже хороший результат. Вы пока не для себя определились. Вот. А вот сейчас, на ситуации, сейчас то, что происходит, конечно, это замечательно. Что очень грамотно и очень много нового. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. В целом, мне очень все понравилось. Спасибо. Кое-чем я был знаком. Единственное, с чем я сталкиваюсь, это реализация стратегических решений. Немножко для меня было удивительно, когда собственник заставлял руководителя увеличить рентабельность. Как-то, ну, для меня это немножечко дико. Скажем так. А так, все понравилось. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Лично. Все понравилось. Все хорошо. Все понятно. Наверное, за, наверное, месяца три я продолжил третий мой тренинг. И все они одинаковые. То есть это я все уже слышал, все видел. И, как бы, ну, с каждым становится все больше понятнее и понятнее. Ну, и самое главное, что понятнее становится, как анализировать это все. Ну, и сейчас, наверное, на одну ступеньку еще по анализу поднялся. Спасибо. Спасибо. Спасибо за тренинг. В принципе, мне очень понравилось. Как уже говорилось, сложилась какая-то структура. Вот. Я начал понимать, что представляется обучение в нашем заведении, да. Единственное, я начинаю понимать, что тут все равно мне отразилось очень много тонких моментов узких, которые потом вылезут, которые влияют вообще на структуру своего бизнеса. Поэтому, конечно, есть чему еще дальше учиться и чему развиваться. Хорошо. Спасибо. Как-то я маловато записала, но в основном все свелось к тому, что появилась у вас структура. То есть мы показали ряд последовательных шагов и действий, которые направлены на реализацию наших решений. И я услышала, это очень радует, что многие начали понимать важность анализа. Что в трех этапах решения любой проблемы, что не так, почему не так и что делать, мы обычно начинаем сразу со что делать. А очень важно проанализировать ситуацию, разобраться в ней и только потом принимать на более сбалансированное решение. Спасибо вам большое за участие. И передай слово. Елена, пожалуйста. Ваши вопросы. Спасибо Оксане. Я хотела добавить только тот момент, коллеги, что мы с вами сегодня даже на одном этом маленьком коротком дне попробовали десяток инструментов. Оксана очень кратко сказала о том, что сейчас в один день вложились три с половиной года. По большому счету это правда. Только в моем курсе, который в среднем курсе, 240 кубарнических инструментов. Это только маленькая вот именно песчинка, вернее из которой потом получится жемчужинка. Понимаете? То есть вы, надеюсь, что сегодня, когда вы осознали, что вы сегодня сделали, что вам это было полезно, вы понимаете, что есть огромное поле для собственного развития и совершенствования. Мы сегодня вам показали несколько инструментов, мы показали несколько методик обучения. Работа с учебной, технологией обучения, работа с учебной ситуацией раз. Вы работали и делали презентацию на блокадах два. Вы участвовали в групповой дискуссии под моим руководством, когда вы с вами работали по стратегии три. Вы участвовали в деловой игре. Несмотря на ее шуточный характер, она на самом деле очень серьезный инструмент для работы. Вы анализировали финансовую информацию. То есть, по большому счету, вы попробовали множество технологий. Это технологии очные. Вот, допустим, воскресная школа проходит примерно по такому же принципу, как и наше сегодняшнее, знаете, только в течение трех дней. То есть, рассматривается огромная учительная ситуация. Что касается технологии обучения. Вы сможете с ними познакомиться. В принципе, мы можем, кому интересно, сейчас показать, как происходит обмен мнениями на электронной площадке студентов. Можем отдельно поговорить, кому интересно, как организовать свое время для обучения. Я понимаю, что, допустим, Александра это беспокоило. Меня. Меня тоже интересно, да. То есть, это можно поговорить потом более индивидуально. Судя по тому, что вы перечислили ваши ожидания в большинстве случаев, попротались. Такова? Прекрасно. Ну, тогда давайте пройдемся по этим целям, которые вы намечали. Фактически, по тому, что мы вам сумели донести, на каких инструментах управления построена программа. То есть, это инструменты управления, используемые лучшими, успешными компаниями. Я надеюсь, что вы убедились в практичности программы. Мы сегодня рассматривали игрушечную ситуацию, да. Мы рассматривали такую учебную ситуацию. По большому счету, в каждой практической работе вы будете рассматривать свою собственную ситуацию, решать свои собственные проблемы при помощи инструментов менеджмента. Смешанная форма обучения наиболее удобна для обучения работающих менеджеров. Мы вам показали только одну часть. может дополнить, если вам это интересно. Я надеюсь, что вы поняли, что такое проблемно-ориентированный подход. Поняли? Ну, как вы это понимаете? Скажите мне. Как вы сейчас это понимаете? Что такое проблемно-ориентированный подход? Ставится четкая проблема, и люди работают не на изучение какого-то чему-то, а изучают инструменты в процессе решения этой проблемы. Накладывают на свою ситуацию. Совершенно верно. Накладывают на свою ситуацию. То есть, другими словами, мы не всегда можем четко сформулировать проблему. У нас есть некого-то беспокойства. Что-то нам не так. Не обязательно, что это проблема. Нас что-то не устраивает. Как в данной ситуации? Собственно, хочет больше нормы прибыли. В принципе, не сказать, что компания плохая или она угрыточная. В принципе, он хочет больше. По большому счету, мы решаем эту ситуацию. То есть, мы решаем эту проблему, условно, в кавычках. То есть, вот таким образом построено обучение именно через решение проблем. Ну, преимущества тьютеров. Тьютеры практикующие, поэтому, в принципе, обладают самим практическим опытом. Я думаю, что в этом вас убеждает. Я надеюсь, что вам согласен, что это убеждает умноженность. Как вы, что такое тьютеры? Дайте это дверь. Преподавать. По русски и по порядку. Он не в буквальном смысле слова преподавать. Доставь. Понимаете? Я не должна вас научить или вложить вам определенный объем знаний. Я в этом должна получить и не знаниями обладеть. Я должна вовремя подсказать вам, что посчитать, какую задачу решить. Программонтировать, как вы решили проблему. Про работчик. Ну, не совсем. Не совсем. Как это помочь, например? Вы знаете, да, можно, почему нет. Ну, то есть, если тупик. Тупик? Да. Ну, бывает так. Раз. И не видишь. А тут другой подход. А тут вот так. Ну, может быть, да. То есть, как овладение, допустим. Вы знаете, тьютер не является консультантом по бизнесу. Потому что, чтобы консультировать в бизнесе, нужно очень легко в нем разбираться. Понимаете? Я могу вам подсказать, какие инструменты используют. Вы, допустим, как вы говорите. Я не вижу. А я посмотрю со своей стороны. Да. У меня есть свой опыт. Я знаю много гранических инструментов. Я могу вам в этом плане помочь. То есть, скорее, это некий, я не знаю, поводырь, что ли. Если хотите так назовите. Понимаете? Ну, я просто тьютер, это, я не понимаю, английская. Да. Есть перевод. Наставник. 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 То есть, основная роль не давать знания, да. То есть, это не лектор, да. Ну, что преподаватель. Много привыкли наши, кстати. Выше чем языки. Лектор, да. И тот, который ведет семьярское занятие, да. То есть, у нас, вы видите, технология, она отличается. То есть, мы сегодня вам давали эти инструменты, знания, для того, чтобы вас вести в курс дела. А вы приходите уже с этими знаниями. И, соответственно, все время вы работаете. Все семь часов вы работаете на приобретение навыков. Навыков и умений. И цель непосредственно тьюториала. Это приобретенные вами навыки и умения только на учебном кейсе. Которые для всех одинаков, да. А потом эти навыки и умения вы должны применить в своей собственной деятельности. И, таким образом, вы этой технологией применения собственной деятельности решаете свои собственные задачи. Это раз. Первый – материализованный результат. Второй – вы приобретаете эти навыки, да. Их умения превращаете в навыки, да. Можно маленький пример. Помните, когда я спросила, что ли вам понятно по теоретической части, по стратегии? Все махали, говорят, вот да. Во всех четырех группах возникло вот что писать в таблицах. Вот понимаете, разница между знанием и применением. Вот, собственно говоря, о чем у меня отличается. То есть, вот то, что вы прочтете дома, вот эти вот… Понятно, что мы разберем все, что непонятно в этой реальной, да. Все эти концепции управленческие инструменты вы прочли дома. Но это в учебной ситуации все это сделано. А на учебной ситуации мы придем сюда, мы проработаем все, что вам непонятно, мы будем учиться применять эти инструменты для практической деятельности. Понимаете? Вот как бы в этом немножечко разница. Академического образования и образования, которое предлагает бизнес-школа. То есть, Тьютер не учит, а помогает вам учиться самостоятельно. Наша задача – организовать. То есть, ты обедобновался на каких-то своих тоже. Конечно. Вы литературу всю даете? Да, вот в учебнике лежат образцы. В целом шкафы. Нет, ну я имею в виду в бумажных носителях, в электронном виде. Да, да, да. Да. Даете современную, там… В новом переплетах. Да. Подточенную. Вы получаете учебные материалы в виде вот таких вот образцов. Плюс вы сейчас Елена Витерина откроет там… Да, сейчас я открою. Электронную площадку, на которой там дополнительная учебная литература нового электронного виде. Плюс видео образцы. Плюс какие-то примеры и так далее. То есть, это дополнительная информация… А как это создает с учетом на запись, да, какая-то? Да. Логин и пароль. Вы получаете логин и пароль при регистрации от КТВ Великобритании. И под своим логином и паролем вы выходите на эту площадку. То есть, это ваш личный кабинет, но электронный кабинет. В чем его удобство? То, что удобное для вас время. Любое удобное для вас время. Кто ночью, кто утром, кто днем и так далее. Потому что доступ постоянный у вас. Повторяю, это технология повышения компетентности или технологии включения работающих менеджеров. Не нужно привязываться к графику посещения лекций семинаров. Потому что, как обычно, они все нарушаются, эти графики, да? В том-то дело. Вам нужно только привязаться непосредственно к очной встрече, которая пройдет раз в месяц. Это единственное, что вас обязывает. Ну и, соответственно, есть сроки для сдачи так называемых письменных работ, который оценивается, на основании которого принимаются решения при суждении вам квалификации и, соответственно, выдачи выходного документа. Вот смотрите, как выглядит сайт открытого университета. Вообще, для тьютеров, но студент видит нечто подобное. Он видит нечто подобное. У него немножечко разное материало лежит в кладовой курсе, например. Вот здесь вот лежит куча всяких полезных информаций. Глоссарии лежат, здесь лежат слайды программы. Вот так выглядят слайды по каждому учебнику. Это дополнительная электронная версия, концепции и инструмента управления. Совершенно верно. То есть здесь... Что же такое? Значит, сейчас происходит обновление, допустим, на маленьком курсе, и он немножечко будет выглядеть иначе. У вас будет две площадки. Одна площадка, которая вы сейчас видите, и вторая площадка, которая будет называться менеджмент действий курса. Значит, здесь есть совершенно четкое расписание, что в какой неделе нужно сделать. Вот смотрите, например. 1 мая начинается презентация, начинается старт проекта. Блок введения в менеджмент. Он продолжается 6 недель. И по датам расписано, что вы когда должны будете делать. 15 мая вы должны выполнить первое задание по управленческому развитию. Эти программы по управленческому развитию называются МДА. Потом 19 мая вы начинаете работать над вторым заданием и так далее. 12 июня введение во второй блок. Третье МДА. Что такое, как объем задания? Объем заданий достаточно большой, но в каждом задании здесь расписано... Нет, количество заданий 17. Количество всего за год 17. Нужно их выполнить. Вот смотрите, например. Бюджет времени для МДА номер один. МДА – это две недели. Изучение концепции 6 часов. Что такое изучение концепции? Это значит чтение учебных материалов. Развитие способностей 5 часов. Это значит выполнение каких-то задач, заданий, которые будут вам ставиться. Чтобы вы практиковали применение этих изученных концепций. Установление взаимосвязи 7 часов. Это еще какая-то часть заданий, которые вам предложат, например... Образы есть задания или нет? Здесь есть, но как бы... И каждое задание литература какая-то? Есть и дополнительная литература, конечно. Есть, допустим, вот расширение группы зора – это дополнительная литература. Три числа. Предлагаются четыре ссылки на статьи. Почитайте. Понимаете? Есть еще тетрадка, куда это все писать? Тетрадка, вот она. Вот она, онлайн тетрадка. Это ваша онлайн тетрадка. К этому... Это задание. Выполненное задание вы размещаете на интернет-площадке. Да. Ну вот, например, задание А. Пример задания. Вот он. Видите, как вы сделали. И вот здесь нужно еще написать внизу. Вот там написано. Вы еще ничего не ответили. Здесь размещается ваш ответ. Просто у меня, как у тьютора, нет доступа к этому ответу. Я не могу сейчас разместить этот ответ. Понимаете? Вот вам нужно ответить на несколько вопросов. Каково сходство различия двух широтных подходов к менеджменту этих четырех авторов. То есть нам нужно будет прочесть задание сначала, понять какие-то подходы, а потом ответить за себя на этот вопрос. Таким образом осмыслить то, что вы прочли. Так. Есть вторая площадка для общения. То есть это ваше личное интернет-пространство. Ваш такой интернет, ну как бы, не знаю там, путеводитель. То есть получается то уроки, а это как бы информация, а там где ты можешь общаться и обмениваться. Есть еще одна. Вот такая площадка. Вот, допустим, я открою площадку «Звоней группы». Вот смотрите, здесь открываются всевозможные темы, которые мы обсуждаем со студентами. Например, допустим финансовая оценка проектов мы обсуждали. Вопросы какие-то обсуждали. Вопросы связаны с рыночным аспектом, то есть аспектом маркетинга. И предлагаю. Давайте осудим всем известную компанию типа Макдональдса, по которой решим, насколько она рыночно ориентирована. То есть используется одна концепция, одна маркетинга. То есть вот таким образом все желающие мне отвечают, пишут и так далее, размышляют, рассматривают. То есть это площадка для того, чтобы получить дополнительные знания по каким-то инструментам. Выяснить то, что непонятно было, вызвало вопросы. Обменяться мнениями со своими коллегами. Результат – это дополнительный опыт и дополнительное знание работы на этой площадке. В том числе и можно обмениваться вопросами, если у меня в процессе задач выполнений. У вас возник какой-то вопрос. Там бывают такие первые, которые необходимы вам в работе, масса. Тем более площадка, она всех 4,5 тысяч студентов на русском языке и 218 тысяч на английском языке. То есть все этот вопрос видят, и кто-то мне хочет подсказать? Да, вам сбрасывают, да. Подсказывают, да. Нет, не все видят. Вот только группа ваша видит. То есть если вы хотите в узком кругу обсуждать и в своей группе. Если в широком кругу весь потенциал лилка привлечь, то вы ходите в общую конференцию для всех. И я могу как сегодня быть в узкой группе, а если захотелось на широкую публику вынести свои вопросы. Вы хотите на 4,5 тысячи, хотите на 218 тысячи. Вот смотрите, группа ЭТГЭМ это ваша группа. То есть там 10-12 человек, 15 как сегодня, да. А вот здесь конференция. Это общая конференция. И вот смотрите, первая такая конференция студентов ВЗСКО презентации 12 дней. Это общая конференция студентов всего курса. Всех русскоговорящих студентов, которые обучаются в ЛИНКЕ. И здесь огромное количество тем. Вы смотрите, то есть выбирайте любую, если вам интересно, и работайте с вами. Управление людьми при управлении проектом. Пожалуйста, почему нет? Методы финансовой оценки проекта. Подготовка проекта. Планирование проекта. Управление предоставлением услуг и так далее. То есть эти темы, если они вызывают интерес, например, они обсуждаются. Если нет, ну, значит... Скажите, а как правило, вот, ну, которые в этой, какая вам случатся, там бродят, ходят, смотрят? Конечно. Ну вот смотрите, допустим, сколько у нас здесь темы, даже не знаю. А есть посещаемый счетчик где-то? Есть счетчик посещаемый. Сейчас я вам покажу на примере моей группы. То есть, по сути дела, это площадка для общения, да? Для того, чтобы не лично... То есть та же площадка, как Facebook, ВКонтакте и так далее. Но только там обсуждаются не инструменты управления, а это площадка именно целевого общения по инструментам управления. И каждый месяц, получается, у нас сколько дней? Один. Практически. Один день. Воскресенье, да, получается? Длительность до семи часов. Суббота или воскресенье? В принципе, из опыта нашего 11-летнего уже, да, на сегодняшний день, работы со студентами, и то, что у нас около полутора тысяч сегодня обучились, и обучились не только на первом уровне, а все три уровня, в принципе, вот так с головой хватает этого общения, которое вот раз в месяц, да? Ну и наши тьютеры, они все закончили, обучались, могут поделиться своим впечатлением. То есть это специальная система, которая разработана для работающих менеджеров. Вы не брошены, вы не сами, вы видите площадку, на которую можете постоянно общаться, да, и то есть это личное ваше общение. А для того, чтобы командой вот отработать определенные навыки, да, соответственно, вот личные встречи. Для чего? Для отработки командного подхода к решению проблемы. Потому что вы там в действительности. Можно я подытожить то, что мы говорили, с кем образом? Сколько я отрабатываю времени на обучение и что я делаю? Интересный вопрос? Да. Интересный вопрос. Значит, смотрите. Вот, допустим, в моем курсе в новом, я просто, мы сейчас представляем два разных курса, я буду говорить о своем курсе, о котором, как бы, я хорошо в нем осведомлена, да? Вот у меня таких шесть книжек. Одна книжка считается 2 месяца. То есть одна книга в 2 месяца. В 2 месяца читается, пишется, по каждой книге, одна тема, одна письменная работа. То есть одна тема... Это доклад? Не потому что в 2 месяца, а в 1,5 месяца, потому что у нас по курсу книг 6, а тыма 7, есть 7-я тема, которая пронизывает весь курс. Дальше. Какой какой? 1,5 месяца одна тема, да? Да. Да, одна тема. Объем этой тема 2,5 в среднем, 2,5 тысячи слов. Сколько это страниц получается? Ну, наверное, страниц 20-22, вот так. На полтора интервала, через 14-м шрифтом. То есть без фанатизма. Есть седьмая тема, которая порядка 6 тысяч слов, 14-м шрифтом, через полтора интервала, тоже фактически, ну, не так уже и много, по большому счету, если ты пишешь о том, что ты проделал в течение всего года. Дальше. Для выполнения заданий, которые будут размещены на сайте, значит, по каждой книжке 3 задания. 3 задания. На задание отводится 2 недели. Одно задание в 2 недели. Не в 2 недели. Значит, я вам хочу сказать, что там еще есть дополнительные ресурсы, переводные статьи, какие-то первоисточники. Вот мы сейчас не взяли концепцию Майкла Портера, и так быстренько, ура, 2, 3, 4, 5. А вам предлагается, например, статья, написанная самим Майклом Портером, который описывает, почему он такие выводы сделал, почему он такой вариант предложил статью. О, вот это я так и выложу. Это вы даете? Это не я даю. Это дает открытый университет Трекобритании. Ну, я не верю. Такого рода первоисточники есть, конечно. Ссылочки на них есть. Естественно. Естественно. Стоит посмотреть. Все это как бы можно сделать. То есть одно задание в 2 недели, одно очное занятие в месяц. Занятие в месяц. Значит, затраты времени, зависимость того, как быстро усваивается материал, от 8 до 12 часов в неделю. То есть четкое планирование, и все получится. Рассчитана специальная технология, рассчитана на час в день. Затрат времени в среднем. У меня было 2, до 8. Все же по-разному читают, по-разному воспринимают. А написано с историчностью. Согласна. Потому что нет предела совершенства. Правильно. Когда я прошла курс стратегии, я взяла и почитала Мэгла Портера. Почему бы нет? Вот такой долг. А ты Миккарл Маркс Капитал здесь прочитал? Моликвилла прочитала, я не знаю зачем. А сколько лет 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 лет? 22. Так, ну, в общем, вот такая вот история. То есть, в принципе, это реальность. Четко планировать. Кто-то делает это каждый день. Я, например, делала это в пятницу, в субботу. В пятницу пару часиков, а в субботу часа 4-5. Мне этого было достаточно. Ну, а там как пойдет? Ну да. Фишка ляр, да? Да, нет, фишка зависит от вас. Нет, я согласен. Вот, я просто на конкурсациях. Не смешусь. Не смешусь. Более про всех. То есть, получается, что это в гимнете. Так, еще несколько слов. Подведение, наверное, общего итога, да? Я... Спасибо, Олег. Глядая за Вашей реакцией, за Вашими вопросами, связанными с обучениями, что, скажем так, приятно порадовало нас. Ваша обратная связь, но, безусловно, это важно. Ну, в первую очередь, порадовала Ваша работа очень активная, включение в эту бизнес-проблему, что говорит о том, что это действительно интересно, важно. Что самое ценное в любом курсе, к которому Вы придете, принимая решение, да, обучение здесь, в курсе, который мы ведем вот с Оксаной, это курс для линейных и среднего звена менеджеров, курс, который ведет Елена или высшие стратегические программы обучения, это не важно. Важно то, что Вы получаете самое ценное в данном случае. В первую очередь, безусловно, обучение, направленное на занятых менеджеров. Это первое преимущество данного обучения, потому что оно имеет возможность предоставить Вам, получить разные методики обучения и использовать те, которые будут наиболее Вам удобны. Это идеальное комбинирование методологий, очных, дистанционных, компьютерных, интернет-технологий. Это первое. Второе, это в любом случае, работая в любом формате, в очном формате на тюториалах, в дистанционном формате, в рамках обсуждения показанных Вам тем, да, вы имеете возможность общаться с другими менеджерами, которые занимаются аналогичным делом. Это очень важный ресурс, это, по сути дела, синергия, это Ваше общение, которое ничем не занимаешь. Это очень ценно. Причем опыт ценен не только той группы, в которой Вы учитесь, но и опыт целой системы ЛИНК, которая обучается на данный момент еще сколько тысяч, Валентина Владимировна, в среднем? Четыре с половиной. Четыре с половиной. Менеджеров русскоязычных, да. И еще очень важный ресурс, это, наверняка, получение прежде всего навыков решения своих собственных практических ситуаций. Потому что каждое учебное задание, учебный кейс, да, это виртуальное задание. Но каждая практическая работа, которую Вы пишете в результате обучения на каком-то этапе, на каждом курсе, это, по сути дела, Ваше практическое применение тех знаний, навыков, которые Вы получаете в результате процесса обучения. И Вы уже решаете нацеленное решение своих собственных проблем в своем предприятии, в организации, в менеджерских, да, вопросов каких-то, на любом том месте или той позиции, на которой Вы находитесь. Безусловно, это путь к развитию. И вот как результат, хотелось бы, наверное, поблагодарить Вас всех от имени коллег, которые собрались здесь за ту активную работу, за ту понимание, включение менеджерское. И мы надеемся, что действительно сегодня каждый из нас был полезен со своим материалом, со своей информацией и в целостном помогли Вам увидеть ту картину обучения на наших курсах. Спасибо Вам, спасибо, Семеновна. Если у Вас есть вопросы, буду рада ответить на них. Остались ли еще вопросы? Остались ли какие-то нервные бездельности? Сколько студентов в Донецке? Мы говорим, 4,5 русскоязычных, а в Донецке есть такое? 250 ежегодно. А вот какие компании у Вас, если можете сразу, которые обучались? 7 лет мы сегодня, то есть на сегодняшний день мы уже 7 лет сотрудничаем горно-рудным левонодобывающим дивизионам, соответственно, это ОКИ и Кривору, Южный, Центральный, соответственно, Северный ОК и так далее. Потом Краснодон, Уголь, Базарин, Шахтер, Киркулес, Киркулес, Киркулес. В общем, это крупная промышленная компания Митинвеста, сама управляющая компания Митинвест, Холдинг, у нас около 7 тысяч человек они уже обучили, именно управляющей компанией. Ну и, соответственно, производственная компания, именно этого, самого главного нашего корпоративного клиента, по сути дела. А, МВС, Лемтранс, это уже последние три года, мы с ними сотрудничаем, тоже около 150 человек, они уже обучили и продолжают обучать. И их компании. Железная дорога. Железная дорога, да, ну это МВС. Шуша, ну так. Что такое? Железная дорога. Нет, не сама Железная дорога, МВС, Лемтранс, это экономическое подразделение собственности Митинвеста. Ответила ли я на вас вопрос, Максим? Да, да, достаточно. По курсам, кому какие хочется и какие выборы рекомендовали и стоимость, когда можно пообщаться? Да, пожалуйста, можем и сейчас поговорить, о том мы будем все это объявить, можем вам направить. То есть, скажу сейчас, на сегодняшний день, исходя из новых программ, которые у нас разработаны открытыми сетами Викобритании. По сути дела, я же говорила, что с весны этого года запускается новая программа «Менеджмент действий», которая является для управленцев, менеджеров среднего звена и топ-менеджеров, обладающим управленческим опытом и определенными базовыми знаниями по менеджменту в виде семинаров, тренингов, какое-то менеджерское образование, вузовское и так далее, как начальным шагом по программе MBA. То есть, программа MBA состоит из двух курсов или из двух лет, длительность два года. Первый год – это менеджмент в действии. Открою картинку. Второй этап – это курсы стратегического блока. Давайте нарисуем. Любим картинки эффективно. То есть, это требуемая компетентность менеджера, высшая звена. Результатом является окончание программы MBA для того, чтобы быть профессиональным руководителем и топ-менеджером и работать эффективно в любой компании. Значит, коллеги, ситуация такая. МТО-16-й курс. Код. Вход в него – управленческая практика плюс какое-то менеджерское образование, либо его отсутствие, если есть тренинги, не проблема. Это базовый курс, на мой взгляд. Мы сегодня использовали, наверное, половину инструментов из этого базового курса. То есть, вы часть этих инструментов уже попробовали. Например, управление изменениями. Это может быть оттуда. 820-й курс. Финансы оттуда. Финансы оттуда. Маркетинг оттуда. И маркетинг оттуда был. То есть, из следующего курса был только стратегический блок. Какие разделы в этом 816? Управление персоналом, организация. То есть, блоком. Маркетинг. Операционный менеджмент. Управление проектами и изменениями. Что понятно? Финансов нет. Есть, есть. Как могла, вообще не понимаем. Финансы. 820-й курс. Это стратегия. Стратегия. Уровень стратегии. Вот если здесь мы рассматриваем функциональные стратегии, помните, нижний квадратик. То здесь будет корпоративная стратегия и бизнес-стратегия. Дальше существует, по-моему, сейчас уже их 6 курсов по выбору. Я нарисовала 3 квадрата. Курсы по выбору. Каждому, кто дополчил курс-кратегии, будет выбирать сам для себя курс по выбору. Это направление персонала. Да, совершенно верно. Вот они. Имена в сложном окружении. Управление персоналом. Управление мнения и так далее. И дальше диплом. Как правило, курс по выбору. А, еще, я прошу прощения, будет еще корпоративные финансы, курс. Вот здесь он будет, корпоративные финансы, он обязательно будет. И курс экономики. Они, по-моему, трехмесячные. Да, трехмесячные. Экономика. Они параллельно могут идти, да? Три месяца, нет. Они будут только следовательно. А еще параллельно может идти курс по выбору и дипломное проектирование. То есть будет еще дипломный проект, который мы анализируем в стратегии собственной компании. То есть уже два года еще? Год, шесть месяцев, шесть... Ну, два года, по-моему, три месяца, получается. Вот на экране снимать. Ну, кстати, там все есть, да. Два года, там три месяца. Да, ну, кстати, да, я не догадалась, там открытие нарисовала. Вот такова структура курса. Есть еще курс 620 какой? 620-й, 620-й курс, который для менеджеров... Для кого мы можем рекомендовать? Да, для кого мы можем рекомендовать. Мы можем рекомендовать для менеджеров, начинающих, скажем так, для новичков. Которые не имеют большого управленческого опыта. Либо не имеют каких-то там опыта управления людьми и так далее. Для собственника малого бизнеса, соответственно, для специалистов, которые хотят быть менеджерами, и для менеджеров, начальников отдела линейного уровня, которые хотят работать в ведущих украинских компаниях. Ну, если говорить по, так называемым, нашим сегментам потребителей. Он комплексный, очень такой практичный, очень, очень нравится. Он более системен, чем 716. Почему? Потому что для начинающих, базовые инструменты надо. Базовые инструменты знания надо. А сколько это? 620-й. Вот, может быть, у меня курсами. 620-й нужно еще эти 2 и 3, да? Есть два варианта. Вы можете, значит, входом на 716-й курс является либо наличие управленческой практики, 3 года, да? И варианты образования. Например, или 620-й курс, или другое образование по менеджменту. Это вход на 716-й. 716-й, да. То есть, если у вас нет образования по менеджменту, нет там ни тренингов, ни семинаров, ничего у вас. Нет, вы можете начать с 620-й. Можете выбрать сразу 620-й. 620-й получается? Без большой управленческой практики. Для тех, кто и есть. Сколько вы имеете ввиду? Год. То есть, получается, год-год, это 3,5 практически, если все вместе, наверное, да? Я училась, наверное, даже больше, еще перерывы делаю. Нет, ну, самодрительность 3,5. Ну, на вашем месте, Максим, я так думаю, что вам уже эти 2 года. За 2,5 пройти его. Потому что у вас есть опыт. И знания какие-то, 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 какие-то. Спасибо. Серьезно, а это так будет. Сейчас на процентов 30 студентов учатся сразу с 700-й. Это, как говорите, не владеет. Стоимость 716-го курса базовая, 5 тысяч долларов за год. Для тех, кто заканчивал, ну, мы сейчас заверим, потому что мы все не заканчивали, да? А первые курсы для тех, кто без управленческого опыта и собственников малого бизнеса. А, 4 тысячи? 620-й? Да, да, 620-й, 4 тысячи. А 800-й стоит 2 тысячи. То есть вот этот блок, стратегический блок, то есть стратегия, то есть по выбору экономика и клумное проектирование, получается у нас около 6 тысяч в целом. То есть 6 плюс 5 не будет. То есть стратегия. Это 820-й. Давайте я напишу, я получусь на... Получается... Вот это все около 6, а это 5. То есть здесь получается... Нет, здесь 5, здесь 5, а там 6. Здесь 6, правильно. А там 620-й можно напиши. 4. А здесь 4, правильно? Нет, 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 это не было проектирование, все миссия. Это уже... Куда это 620-го? Нет, 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 620-го. Давайте я не знаю. Там сказали 4. Да нет, 620-го здесь нет. 620-го. То есть программа имеет квалификацию менеджера высшего звена 2 года 3 месяца. Полная программа около 11 тысяч. Менеджер высшего звена квалификации. Топовая должность. Менеджер, линейный, начальник отдела, владелец малого бизнеса и так далее. Я с документом открытого университета великобритания около 4 тысяч долларов. Есть вариант для тех, кому нужны навыки, умения. Это 30% от 4 тысяч, это 1200 за год. Без документа английского. И для корпоративного обучения. То есть я понимаю, что корпоративные компании и бург-компании не очень интересованы. Если нет интереса в капитализации и повышении стоимости. Потому что я вот думаю, что, эффективно, у вас, зная перспективное видение вашего собственника, там, в принципе, по-моему, выгод на ИО и так далее. То есть там нужна квалификация менеджера, которая подверждена международными документами. То есть международный документ я могу получить? Да. Международный документ я могу получить, если закончу 716-800, правильно? Нет, 620-й тоже. После 620-го вы получаете профессиональный сертификат менеджмента открытого института в Великобритании. Сертификат в менеджменте. Понятно. После 716-го, то есть менеджмент в действии, вы получаете, после регионе, сертификат в менеджменте открытого института в Великобритании. без менеджерского образования. Если у вас есть основное менеджерское образование или сертификат, который вы заканчивали открытого университета Великобритании, то получаете диплом в менеджменте открытого университета Великобритании. То есть два английских документа, которые подтверждают квалификацию после 620 курса линейного менеджера с согласно британским стартатам и менеджера с единого звена после программы курса 616. А вместе с вот этими это уже? Это получается, если вы пойдете на английский MBA, то есть на английском языке весь третий блок. Вот это 800-й? Да, да. Если вы пойдете на английском языке, если у вас есть хорошее знание английского языка, то, соответственно, вы можете претендовать на английский документ, английский MBA. А английский проводится? На английском языке. А на русском языке вы получаете документ Международного института менеджмента ЛИНК. На русском языке? На русском языке. То есть... Да. Соответственно, документ, который позволит вам себя котировать на рынке стран СНГ. На русском языке. Ну, если хотите, в Европу называется, надо... Если вы хотите, если вы планируете, цель у вас есть родительская, работать в европейской компании, то, конечно, нужно английский MBA. Ну, я имею в виду здесь родители, если компания выстроена. Это тоже так уж... На английском два с половиной раза дороже. Потому что английский индиторы из Англии приезжают. В Москву, по-моему, да? В Москве, да. В Москве и Сан-Петербург. В Москве, да. Вот 6 тысяч, да. А 6 тысяч это на русском, да? А? А 6 тысяч это на русском. На русском языке, да. Ну, и на приезды будет. Да, в Москву и Сан-Петербург нужно будет приезжать. То есть из всех наших на сегодняшний день... Около 100 человек, которые учатся, ну, по программе MBA, да? То есть менеджера высшего звена. То, соответственно, на сегодняшний день у нас всего лишь две попытки было обучаться на английском языке. Один собирался в Канаду на ПМЖ, а второй собирался работать в Европе, в европейской компании. Неуспешно. К сожалению, это хорошее знание, бизнес языка английского нужно. То есть можете оценить, потому что здесь английские учебные материалы, соответственно, можно будет посмотреть, какой уровень язык. Ну, язык должен быть хороший, хороший бизнес язык, потому что это нужно читать, это говорить на очных встречах, это писать на английском языке ваши доклады, то есть письменные работы, по которым выдаются документы, и экзаменационные работы в английском конкурсе, на английском языке. Пока на сегодняшний день вот так вот. Когда прием говорите? До 20-го числа. До 20-го чего? Марта. Обучение начинается. С 2-го мая. До среды. Да? А те, кто уезжает в командировку. До 5-го. Я тоже. Два раза в год набор, да? Два раза в году, то есть мать и сентября набор идет. Нет, молодец, люди, но если серьезно, если недели нет, через понеделье что будет? Если вы нас предупредите, соответственно, мы дополнительно сами поработаем, чем у вас там будут задержки, соответственно, мы сможем вам помочь. И решить эту задержку, если есть. Уважаемые коллеги, если у вас вопросы к нам. А плата идет по месячному, авансу или там? Может быть, на условиях предоплаты, это цены на условиях предоплаты, соответственно, возможно отсрочка-расрочка платежа. Единственный нюанс, о котором я хочу вам сказать, то есть те, кто у нас учатся на годовой программе, то есть 40% от указанной суммы платят первым платежом. Почему? Потому что у нас условия, с открытыми света Великобритании, на условия предоплаты, поэтому мне нужно будет сразу оплачивать именно за ваше обучение. На основании которой оплаты будут выданы учебные материалы, допусты, данные и так далее. А остальная сумма может быть рассрочена. А оплата когда? До 23. А обучение? С 1 мая. В апреле месяце мы выдаем учебные материалы на основании регистрационных карточек ваших регистраций в этом университете. Вам в конце апреля дается лонин и пароль, доступа на эту площадку и, соответственно, с 25 апреля начинается работа уже. Регистрация парт и сентябр, да? Повышая. Повышая. До 20 марта до 20 сентября. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы к нам? Смотрели мы ответить на все ваши вопросы? Вы работаете, ну так, чтобы подъехать, поговорить, обсудить и так далее. Удобно для вас время? Покажите, а вы могли бы подъехать в компанию, провести там резидент? Да, конечно. Могли бы, да? Да. Ну, для топ-менеджеров. Я понимаю, да. Мы в Донбасс-арене проводили там презентацию корпоративной программы. Они принимали решение быть этой программой или другой. Мы давали варианты. Это была такая модерация производственного совещания по принятию решений. Еще такой вопросик. Скажите, у вас раздаточка, чтобы так почитать, по 620-му, ну, вот эту вот, 716-му. Какую раздаточку вы хотели? Вот здесь. Ну, 620-ю глянувку и вот эту вот. Вы хотите что посмотреть? Вот учебный материал у вас на столе. Нет, имеется в виду... А, рекламные листовки, пожалуйста. Программа обучения, вот такой вот. Рекламные листовки. Есть и есть на сайте. Скажите, конкретно это что? Вот это 620-я. Вот это 620-я, да? Да, это 820-я. Это 620-я. Есть комплект. Вот это вот. Если что, на сайте. 716-й. Все, это 620-й. Да, идет на 716-й. Вот эти 5000-я рассчитаны для тех, кто не заканчивал 620-й. Почему? Потому что мы даем так называемую двухдневную школу воздействию на два дня, на которую мы накачиваем вас на основании инструментов 620-го, для чего? Для того, чтобы вы успешно вошли в интернет, который учился уже на 620-м. Разминут. Да, слушай. Это уклад готовка. Вот такой возьмут. Нет, вот такой возьмут. Цертификат сейчас тренируется. Если сертификата вообще не нужна, то сколько будет обучения? На что нажмуты? Сертификата не нужна. Да вы говорите, что там... 5000 это для тех, кто не учился на 620-м. Нет, вы говорили... Еще такое, которые курсы... Если нет сертификата, если нет... А, без документов. Это 30% от этой суммы. Это только на 620-м? Нет, по сути дела, вы можете рассматривать эти варианты на других курсах. Просто там удорожание будет на следующих курсах. Варианты мы можем вам выслать. Есть такие. Где-то полутора тысячи гривен, это более высокие, 800-е и так далее. Можете и там идти, если вам не нужен документ. То есть мы даем такую возможность для тех собственников, которым не нужны документы. А нужны знания и навыки. Если ограничить, я сразу говорю там, что вы не сможете работать на интеллект-площадке, потому что там тем отдается доступ, работать не сможете. Мы посмотреть вам дадим возможность под чужим ловеным паролем, а работать не сможете. Потому что эта площадка только для тех, кто зарегистрировал в этой высоте в их обитании. Это сразу так было. Парабичиня. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, и все сидят. Спасибо большое. Участники, обучающие процессы. Раз в месяц или более эффективны два раза? Как вы?